В музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко премьера «Зимний вечер в Шамуни». Это так называемый спектакль по сичу, спектакль паштет, собрание опереточных хитов, которые соединены в единый сюжет. Руководитель оперной труппы театра Александр Титель считает, что оперетта приносит публике особое удовольствие. Тителю накануне исполнилось 70 лет. Именно в день рождения режиссёра состоялась премьера, и о ней подробно сообщает Елена Ворошилова. Виновник торжества Александр Титель всего один раз стоял на горных лыжах. Его любовь – коньки и беговые лыжи. Но это не помешало ему отправить героев зимнего вечера в Шамуни, в один из первых корнолыжных курортов Европы, где в 1924 году прошла первая зимняя олимпиада. Шамуни почему-то мне нравится как-то с детства. Я вот помню это название. Я бывал в Инсбруке, когда-то я там стоял в спектакле и тоже поднимался. Я бывал в Шамуни, я видел Гармиш Партенкирхен. Ну, мы решили, что вот в Шамуни как-то будет хорошо. Артисты оделись в горнолыжные комбинезоны. Валерий Митицкий и Евгений Афанасьев бьют чечетку в полной экипировке. Знаменитые Ария Фенбаха, Лигара, Кальмана и Штрауса артисты запели, встав на горные лыжи и сноуборды. Евгений Кочаровский даже вооружился ружьем для биатлона. Наталья Петрожицкая уже пела на 10-метровой высоте в опере «Война и мир». Здесь пошла на рекорд, поднялась вверх на 20 метров. На шатырь уже не требуется, потому что есть опыт. Вот, поэтому нет, мы палки в руки и вперед. В любви признается, буквально зависая над сценой. Певцы и артисты балета работают на наклонном пандусе. Экстремальность постановки прочувствовала вся трупа. За время репетиции Владимир Дмитрук сбросил 10 килограммов и научился делать перевороты в 360 градусов. Сложность была подобрать движения, чтобы они не мешали пению, не сбивали дыхание. Но по мере того, как мы репетировали, 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 вес становился меньше. Мышцы привыкали к нагрузкам. И то, что раньше было тяжело, стало сейчас возможно и реально. Титель вывел на сцену целую армию Дедов Морозов. Открыл зимний сезон в шамане с ёлками и фейерверками. Новый год в театре встречают на месяц раньше. Но артисты не в претензии. Хибла Герзмава к сюрпризам Тителя привыкла, но каждый раз не перестаёт восхищаться им. Всё, что он придумал в этом театре, это очень интересно. Быть может, это немного спорно иногда, но я получала всегда колоссальное удовольствие. Я просто счастлива жить в его спектаклях в этом театре. Титель сделал зимний вечер в шамане по законам опереты лёгким и игристым. Пригласил английского дирижёра Уилья Малэйси, который добавил настроение этой истории, такой непривычной для оперного театра. Елена Ворошилова, Павел Каратаев, Новости культуры.